Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, и вы смотрите кулинарную пропаганду. Да, сегодня опять на канале Сабука. Я вам уже показывал рецептик, тот был с грибами. Не хотел снимать этот ролик, но все-таки решил поделиться. Дело в том, что интернет вообще, и ютуб в частности, прямо-таки завален рецептами этого замечательного отруба. Оссабука, кость дырявая, в переводе с итальянского. И у меня не было никакого желания повторяться. Ну какой смысл? Огромная куча рецептов в интернете, и я тут вылезаю со своим. Умник такой, да? Но недавно тут готовил в очередной раз баранью лопатку. Я вам показывал вот в этом ролике. А там, напомню, очень такой интересный, средний во всех отношениях режим тепловой обработки. И в результате мясо получается прямо-таки чудовищно нежно. И я решил применить эту методу для Сабука. Сказать, что результат меня восхитил, это значит вообще ничего не сказать. Ну то есть обычно я брал этот кусок, обжаривал, добавлял овощи, тушил под крышкой. На сковородке долго тушил, да. И результат был мягкий, классный. Но после того, как я попробовал приготовить этот кусок в духовке, я вам покажу сегодня как. Мясо было такое. Это просто не передать словами. Ну я и подумал, если просто посоветовать вам что-нибудь вроде возьмите кусок Сабука и запекайте, как вот в этом ролике баранину. Ну вы же не поверите. Вот я бы не поверил. Поэтому смотрите. Начало стандартное. Здесь у меня мука. Добавлю обильно так соли и перемешаю. И перца сразу. Только его размолоть надо крупно. Ну вот так нормально, я думаю. Перец тоже к муке. И перемешать. И вот теперь мясо надо запанировать и подрумянить. Румянить буду в сливочном масле. Пусть греется. Для чего здесь панировка? Для румяной корочки. Корочка – это продукты реакции Майяра. Они имеют вкус, они имеют аромат. И этот аромат очень здорово положится в общую гамму вкусов и запахов этого блюда. Сразу у меня все куски не поместятся, поэтому по очереди. Кстати, вот это разрезание пленок по краям мяса я сделал, чтобы при тепловой обработке они, эти пленки, мясо не стянули. Не сказал, по-моему, да? К сегодняшнему варианту приготовления сабука понадобятся овощи. Во-первых, лук репчатый. Надо нарезать его кубиком. Вообще говоря, есть у меня подозрение, что сегодняшний способ тепловой обработки, даже не способ, а режимы нагрева в духовке, подойдут для сабука с очень разнообразным набором овощей. Я думаю, там уже подрумянилось, переверну. Так что сегодняшний рецепт – это отличное поле для импровизации. Но я обойдусь стандартным набором овощей. Морковь надо нарезать такими же, а не крупными кубиками, как и лук. И сельдерей. Но сначала надо эту сладкую парочку с огня снять. Переложу их сразу в форму для запекания. Красивые, правда? На скорую отправляется вторая пара. Заметьте, я обжариваю не до готовности. Только исключительно подрумяниваю снаружи. И все. Такому вот мясу, богатому коллагеном, до готовности тут как до луны. Ну и последний ингредиент таки надо нарезать. Стеблевой сельдерей. Его тоже не крупными кусочками. Отлично. Переверну куски. Да, красота. И запахи подстать к няшнему виду. Духовку, кстати, уже пора включить. 250 градусов. Пусть пока разогревается. Так. И эту сладкую парочку тоже приложу в форму. Хватит ей уже. Отлично. А на этой сковороде нужно обжарить наш овощной набор. Ну, сначала надо добавить масло. В этот раз оливкового. Немного протертых томатов. Вот как-то так. И сразу перемешать. Вы справедливо спросите, зачем обжаривать-то? Все равно сейчас все вместе в духовку отправишь. Все дело в сахарах, моркови и лука. Вернее, в карамельном вкусе. Сейчас на сковороде эти самые сахара начнут превращаться в карамель. А если сразу овощи к мясу отправите в духовку под фольгой, никакой карамели не будет. В овощах уйма сока. А я сейчас еще и вина добавлю. Вот этого красненького. Оно растворит образовавшуюся карамель и продукты реакции Майяра. Вот так. Много его не надо. Вот смотрите. Видно на дне так называемый благородный нагар. Видно же, да? Вот в нем весь вкус. А положил бы их сразу к мясу и отправил в духовку. Даже под фольгой. Но на выходе получил бы просто вареные, ладно, пареные или тушеные овощи. Никакого карамельного вкуса не было бы. Так что такая вот обжарка. Очень важный момент. Я думаю, достаточно надо посолить. Все-таки добавить сахара. Кажется, недостаточно сладкий у меня лук. Перемешать. И в таком виде добавить к мясу. Вот так вот. Отлично. Сейчас эти здоровые куски лежат непосредственно на дне формы. Надо, наверное, слегка перемешать. Так, чтобы под кусками тоже был этот ароматный набор овощей. Да. Вот так. Остается тщательно закрыть эту форму фольгой. Со всех сторон. Плотно. Очень важно закрыть форму действительно тщательно. Чтобы фольга как можно лучше закрывала все, не давая ароматному пару вырываться наружу. Ну и в таком виде отправляю в духовку. И важный момент. Сразу понижаю температуру до 170 градусов. Все. Предваряя вопросы, скажете, что ты фигней страдаешь? Сначала 250 ставишь. Как только поставил мясо, сразу понизил температуру. Объем духовки маленький. Я дверцу открыл, из горячего воздуха наружу ушел. То есть никаких там 250 не осталось. А 170 возможно. Так что мне нужна температура от начала до конца 170. Чтобы не было вот этих вот перепадов каких-то мощных сейчас. Итак. Куски мяса у меня, к сожалению, не очень толстые. Особо вкуснее. Чем толще, тем лучше. Но у меня там 3-3,5 сантиметра. Поэтому моим кускам хватит. Это 3-3,5 часа. Если у вас куски нормальные, сантиметров по 5, по 6. Ну, увеличьте время до 4-4,5 часов. В принципе, 4-х уже будет вполне достаточно. Но идеально мягким мясо станет большой толщины. Где-то через 4,5. Подождем. Оставайтесь с нами. Мясо почти готово. На гарнир я приготовил пюре за кадром. Чтобы ваше время не тратить. А сейчас нам нужно приготовить грималату. Звучит, может быть, не совсем обычно. А на деле все элементарно. Это ароматная такая смесь петрушки, чеснока и цедры лимона. Она и в холодном-то виде пахнет. Будь здоров. А уж когда положишь все на горячее мясо, аромат так и бьет по голове. Классная штука. Ну, и еще немного перемешать. Вот так будет достаточно. Красота. Ну, и давайте смотреть, что у нас там с мясом. Перечем, между прочим. Вау. Красота получилась. Сам доволен. Да. Пора за стол. Картошечки. Немножко овощей. И теперь мясо. Отлично. И на картошку тоже овощи ищу, пожалуй. И теперь вот этой красоты. И вот здесь. Этого ароматного соуса. И гремолатой заполировать. Ну, вот примерно так. Ну, и что вы скажете по поводу такого вот блюда? Стоит время на него потратить? По мне так однозначно стоит. Смотрите. Просто посмотрите на это. Вы видите? Все разваливается на кусочки. Ммм. Сказка. Видите? Просто фантастика. Как кусочек масла. И это заслуга. Вот такой вот условно-щадящей тепловой обработки. Как говорит славная дружа, нежнейшая. Ну-ка, соус. С картошечкой. Овощичек. Феерия. Просто феерия. И предварительная обжарка очень важна. Ой. Ну, я буду дальше наслаждаться. Вы берите рецепт на вооружение. Берите способ тепловой обработки на вооружение. И готовьте. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.